В селе Даусус Зеленчукского района была проведена бонетировка лошадей карачаевской породы. Специалисты отмечают, что эта процедура позволит посчитать, каково поголовье племенных коней в фермерских хозяйствах и открыть возможность для дальнейшего развития данной породы. Подробнее в материале Алихан Лепшокова. Сильные, выносливые карачаевские лошади сегодня проходят бонетировку, после чего все они будут введены в племенную книгу. Сегодня многие фермеры занимаются разведением лошадей карачаевской породы. А наша задача провести бонетировку, чтобы установить, насколько они относятся к данной породе, отмечают специалисты. При проведении процедуры измеряют высоту холки и объем груди. Также очень важно определить, было ли смешивание другой крови. Будут с ней браться промеры, высота в холке, объем груди, обхват пясти. Потом будут визуально осмотрены стати лошади. Там по стати можно определить, относится к карачаевской породе или нет. Потому что довольно часто встречаемся с тем случаем, когда прилитие другой крови. Ее так или иначе можно увидеть. Потом по стандарту порода лошадь должна подойти. Если ниже стандарта, то за это снижается оценка. После бонетировки лошади присваивается порядковый номер и, конечно же, тавро. Житель Ставропольского края Виталий Гончаров несколько лет назад здесь, в Куниферме, к Харачае Хорс приобрел жеребенка карачаевской породы. Сегодня Виталий привел своего взрослого коня по кличке Барс на бонетировку, что у породистый жеребец по праву попал в лиминую книгу и получил соответствующее тавро. Почему именно карачаевскую лошадь выбрать? Потому что они очень выносливые, крепкие. Я любитель лошадей, до этого я держал орловских рысаков. Приехал сюда еще лет 10 назад, посмотрел, только возрождалась здесь эта порода лошадей. Понравились, была мечта, вот приобрел. В том году я его купил жеребенком здесь, у Мурата. Держу, еще планирую взять кобылку для разведения. Я его затоврю специально, чтобы знали, что это чисто карачаевская порода лошади. Чтобы не было никаких претензий, никаких недоразумений. Нам очень важно, чтобы селекция карачаевской породы лошадей развивалась, поэтому байонтировка очень важна, отмечает управляющий кони фермы Мурадин Урусов. Разводим кобыл карачаевской породы. Разводим более 15 лет. Разводим линии Азава, линии Десятого, линии Хана, линии Пенсионера. Мы специально хотим в племенную книгу занести своих кобыл, чтобы знали наших кобыл, сделали отбор и для продолжения селекции карачаевской лошади. Лошадь – это крылья мужчины, гласит карачаевская пословица. Сегодня для каждого ценителя породистых коней очень важно получить необходимые документы для их популяризации. Алиханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.